Всем привет, с вами Артем. Предлагаю вашему вниманию десятку новых крутых jailbreak твиков для iOS 12. Первое довольно интересное расширение в сегодняшнем обзоре называется Settings Collapse. После его установки в стандартных настройках системы появляется возможность сворачивать блоки с параметрами. Так каждый раздел будет занимать гораздо меньше места и сами настройки поместятся буквально в два экрана. Теперь каждый из разделов можно открыть нажатием на соответствующую иконку. Если разделов было больше чем 7, то иконки можно прокручивать боковым свайпом. Следующий твик под названием Stick Round также позволяет сделать настройки системы более удобными. После его установки любой раздел с параметрами можно закрепить в самом верху списка. Для этого необходимо сделать боковой свайп влево на нужной строчке. Так настройки которыми вы пользуетесь чаще всего можно закрепить вверху и быстро переходить к ним. Следующее небольшое расширение пригодится всем владельцам айфонов с 3D Touch. После его установки в меню иконки на рабочем столе появятся два новых пункта. Один для регулировки яркости экрана, а другой для регулировки уровня звука. Двигаемся дальше. Следующий твик в обзоре предназначен для кастомизации экрана блокировки. После его установки на локскрин можно вывести кастомные часы, дату в полном формате, уровень заряда батареи, RSS ленту, а также уведомления. Самой интересной особенностью твика является красивая анимация заряда батареи. Следующее дополнение позволяет перенести индикатор регулировки громкости из AS13 в AS12. У твика большое количество параметров, можно задавать максимальные и минимальные размеры индикатора, его положение на экране, а также время до исчезновения. Довольно необычный твик QuietDown позволяет заглушить уведомления от выбранного приложения. Он активируется при помощи 3D Touch меню или свайпа по иконке и позволяет установить удобный интервал, в течение которого уведомления от данной программы не будут поступать на смартфон. Следующий твик переносит на iPhone довольно интересную фишку, которая до этого была доступна только на планшетах Apple. С его помощью вы можете перетаскивать любые данные между приложениями. Достаточно выбрать несколько заметок, фотографий в галерее или файлов в одноименном приложении и задержать на них палец для переноса. Теперь можно свернуть приложение, открыть другое и бросить файлы в нем. Следующий твик понравится всем владельцам iPhone со стажем. Он переносит экран блокировки из iOS 6 в iOS 12. Вы увидите довольно старый классический экран блокировки со слайдером, ползунком для открытия камеры, часами, уведомлениями и индикатором заряда батареи. Разработчики даже перенесли классические звуки разблокировки и подключения к зарядке. Следующее расширение позволяет прокачать стандартную клавиатуру iOS. Твик добавляет еще один полностью настраиваемый ряд с кнопками. Обратите внимание, что в параметрах вы можете задать значение каждой клавиши в данном ряду. Есть возможность указать стандартные символы, символы, которые будут видны с зажатым шифтом, а также разные символы для русской и английской клавиатуры. И последний на сегодня, не очень полезный, но довольно прикольный твик, называется Live Safari. Он превращает иконку стандартного браузера на iPhone в настоящий компас. Стрелка становится динамичной и действительно ее показания совпадают с приложением компас. На этом все на сегодня. Не забывайте оставлять ваши лайки, писать комментарии и подписываться на канал. С вами был Артем. Пока!